Конечно, не каждый день такие современные заводы строятся в Татарстане и вообще в России тоже, потому что, когда будет завершено это производство, это будет самый современный завод в Российской Федерации по производству качественного пива. И, конечно, принятие решения о строительстве именно на Чистопольской земле, это было очень положительно. Во-первых, Чистополь – это центр нашей республики Татарстан. Это красивый старый город, который требует внимания. И, конечно, новое производство, которое родилось здесь, обеспечит, во-первых, и качество. Мы знаем, что наш Татарпром обеспечивает качественную продукцию. И, конечно, то внимание, та технология, которая здесь выбрана, она обеспечит и качественную продукцию на выходе. Ну, здесь территория развивается. Это индустриальный парк Чистополь, который реализуется в соответствии с федеральными решениями. Здесь предполагается и дальнейшее развитие территории. И этот завод, он не будет останавливаться на той стадии, на которой находится. Но надо отметить, что и строители, и заказчик, и так как в Кирпром, все представители за год сделали огромную работу. Пока что все в плане. Мы должны сдать завод в конце мая. У нас также и с немцем контракт подписан, что сдача в конце мая. Надеюсь, что мы сдадим этот завод вовремя. Это конец мая. Форс-мажоров вроде нет. К таянию снегов мы готовы. Холода мы пережили. Поэтому основные трудности у нас позади. Сейчас такой финальный режим сдачи завода идет. Почеркнул, контракт подписан, что в конце мая мы получаем готовые по лету пиво в бутылке и по эту покупку. Любое созданное новое рабочее место зачистить очень важно. Потому что одна из самых больших безработных в городе, в республике. Но здесь больше 380 рабочих мест. Это якорное предприятие, которое зайдет на центральную площадку. Которые уже, вот за ним потянулись другие резиденты. Заявили желание войти в ТАСЕР и за адеквативную эту площадку на центральную. Это наши якорные, это резиденты. Самое главное, туристическая привлекательность повысится. Это огромное, да. То есть в планах создать музей пиво. А туристов, им интересно было и на ликкировочный завод приезжать. Но, к сожалению, там условия не позволяли для того, чтобы заводить туда туристов. А это очень интересно будет посмотреть, как варится пиво. И потом будет регустировать местные сорта пива. Я думаю, что это увеличит в несколько раз поток туристов. На память оставим. Да, и потом как раз второй шлем, когда закончено, будет уже. Четырнадцатый. 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 Продолжение следует...